Ну вот сегодня пасу коров. Сегодня у нас воскресный день. Игорь Барабаш попросил пасти за него. Вот тут я вот наблюдаю за птичками, скворцы сидят. Вот он красавец какой, желтый ротик у него. Все дыщище дохвалит господа. Что-то ковыряется, что-то ищет. Красавец такой. Господь все чудно сделал. Вон мои коровки сейчас отослал подальше от дома. Сейчас покажу где я нахожусь. Рядом с Потеряевкой. Вот строение. Там лагерь вдалеке. Дом Иосифа Устинова строит. И вот к чему еще в течение этого времени, что я делаю. То есть у меня с собой места писания из Библии. Сейчас покажу карточки. Вот они. Экклесиаст 8.11. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Вот оно, местописание это. То есть, если бы мы сделали какой-либо грех, и Господь бы нас сразу раз по макушке, болезнью или чем-то еще бы, тогда бы да, мы бы, как говорится, не грешили. А раз мы делаем грех, и нам за это ничего и сразу нету, то мы продолжаем также грешить. А потом Господь уже начинает наказывать. То есть он спира через совесть подходит человеку, побуждает его, чтобы он не делал, остановился в этом беззаконии. Посылает людей, чтобы его остановить. Его предупреждают. Потом насылает болезни уже после этого, если человек не вразумляется. И уже конечный итог, это когда Господь поражает уже смертью. Умирать-то мы все умираем, конечно, но именно когда человек упорствуется в грехе своем. Еще впереди еще, как говорится, вечность. Если ты будешь не с Богом, а будешь наказан, не будешь раскаяться о грехах своих, не будешь соблюдать заповеди Господни, то вечность тебя ждет только вечно гиенская огонь, неугасимый, нескончаемый. И об этом говорит Слово Божие. И дальше вот тут, созвучно этому стиху, что надо делать. То есть, если не скоро совершается суд над худыми делами, что надо делать. Вот написано, Сирах 5.8. Сейчас вам прочитаю. Немедли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет днев Господа, и ты погибнешь во время общения. То есть, немедли обратиться. А то люди, вот, там, я пока молодой, неохота пожить для себя. Вот, еще и по камере ударил палкой своей. Вроде как, придет возраст, там, буду как бабушка или старичок, и тогда пойду вроде церковь, там, или буду молиться. А сейчас мне некогда, мне же надо дела делать, детей поднимать и так далее, и тому подобное. А Слово Божие говорит, немедли обратиться. Почему? Потому что Господь, как говорится, долго терпит, но больно бьет. То есть, внезапно найдет днев Господа, и ты погибнешь во время общения. Это с тобой может в любом месте случиться. Побьешь ли ты в аварию, там, или ты на машине, или ты на самолете, или там корабль потонет. Ну, что угодно может случиться. Кирпич на голову упадет. То есть, даже просто кирпич упадет, он и то падает по воле Божией. То есть, не просто так. Господь попускает это все. Ну, и здесь ты вот слышал глаз Божий и сразу покаялся. Вон, еще какие-то птички сидят. Похоже на грачей. Что-то сидят тоже. Что-то тоже там делают. Днем обычно у нас ветер. Внимать плохо. Но вот я сейчас через микрофончик делаю. Может, и хорошо будет слышно. Вот у меня тут он. Видно его вот на груди сделал мне. Специально я его купил. Может пригодится сейчас. Травы зеленые не так много. Дождей не хватает. Сейчас пока стоит сухая погода. Хотя, в принципе, вон там среди сухой зеленая травка виднеется. Но им, конечно, надо побольше для коров. Ну, вот и другие места писания. Также вот еще зовут сейчас еще вам прочитаю. Например, Сирахова, 33 глава, 13 стих. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздает им посуду своему. То есть все в руке Божьей. Все. Мы должны лишь только принять то, что Господь нам уготовил. Да, иногда не охота, конечно. Да, не согласно наших желаниям происходит что-то с нами в жизни, но за все надо благодарить Господа. Как бы она тяжело не было. Вот, например, написано 1 Тимофею 2,18. Ой, 2, да, 2,8. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужей, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. И вот тут у меня еще пояснение вставлено, что 1 Тимофея 2,9. В толковании говорится, чтобы и жены поднимали руки. Это 1 Тимофея 2,9. То есть это не то, как касается мужей, но и жен. Это и свидетельствует жития святых неоднократно, что жены поднимали руки. То есть в этом ничего такого нету. То есть воздевали. Воздевание – это значит поднимать. Вот, например, многих людей интересует иногда, например, по начертанию Антихриста. Что значит начертание Антихриста? Это написано... Сейчас вот у меня как раз тут на одной из карточек выписано. Вот это было немножко неудобно, конечно, но постараюсь. Ветер еще... И что вот написано? Откровение, 13 глава, 16-17 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и ночевой, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. И вот толкование говорится. Здесь видим дальнейшее действие лжевого урока по приведению всех к престолу Антихриста. В противоположность печати креста и печати животворящего Духа Святого, христиан. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стих. Утверждающая же нас с вами во Христе и помазывающей... Вот она. Сейчас я переверну. Помазывающий. У нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Вот толкование дальше продолжается. Антихрист предложил свою печать. По приказанию лжепророка все люди должны будут принять ее, Ефрем Сирин. То есть, как Ефрем Сирин, это толкует местописание. И будет полагать свою печать всей скверной, ни на каком бы то ни было члене тела. Но чтобы не затруднялись с ним, будет полагать ее на правой руке человека. А также и на челе положат нечестивое начертание, чтобы человек не имел возможности правой рукою напечатлевать на себе знамение Христа, Спасителя нашего. Запечатление антихристом правой руке означает также пресечение правых дел, а запечатление тела – прелещение ума. То есть, четко и ясно. Ничего не надо выдумывать, как-то по-другому толковать. Господь все ясно уже дал Духам Святым понять, что это означает. Так же бывают споры, где, когда, что был дьявол побежден. Вот написано, корее, евреям, 2 глава, 14 стих. А как дети причастны телу и крови, то и он так же воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть вот эти вот места Писания, такие как бы основные из Библии, это все надо заучивать, знать истинное толкование Церкви Христовой и согласно этого свидетельствовать. Ну вот коровки мои уже тут попаслись, решили податься дальше. Раз я открёкся, на них не смотрю, все, значит можно уже идти куда хочу. Ну что вы, телятки, давайте тоже не отставайте. Мы должны быть в одном стадии, как и мы, христиане, должны быть в одном стадии. Подтянулись, не отстаем друг от друга. Давай-давай, иди-иди, иди умница. Тут мы видим маловато еды среди этой травы, вот они пошли туда, где позеленее. Моя задача за ними смотреть, чтобы они не разбредались сильно. Не дай бог какая-то, где-то бывает в лагах иногда останется одна, а потом учится и она всех потеряет. И потом бегаешь и ищешь. То есть сюда посмотрел, везде по отрожкам, по всем, чтобы никого нигде не оставить случайно. По своей убежденности, как говорится. Такие лага, это все свидетельство нового потопа. То есть здесь таких рек нету и не было. А вот такие вот пологие берега, вымытые, как раз об этом говорит, что здесь шел бурный поток, когда Господь посылал всемирный потоп. Вот так вот. Чудные дела Господа, великие и чудные. Это все камыши, высокие такие. Здесь вот в низинке ветра такого нету, конечно, раздольные. Цветочки разные такие, желтенькие цветут. Да, слава Богу за все. Аллилуйя. Ну все, коровы двинулись. Если они двинулись, как говорится, успевай их задержать. У меня главная задача еще и будет собрать воедино, чтобы все пошли. Чтоб я мог вперед забежать и немножко их приостанавливать. Иначе они могут дойти чуть ли не до самого дома. А мне это уже не надо. Пока рано еще домой гнать их. Ну все, в принципе. Слава Богу за все. Аллилуйя. Слава Богу. Продолжение следует...